Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, что же нам добавили из заданий и сюжета, какие аксессуары были добавлены в бесплатную лавку в Морланде, ну а также поговорим о спойлерах следующей недели. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Ой, в общем, ребят, сегодня у нас вышло новое обновление, и давайте начнем с малого. Для всех тех, у кого есть лайф, у нас добавили вот такое вот украшение, это бантик к комплекту Адмирала для выездки, вот такой достаточно симпатичный, темный, серый, с золотом. Мне он даже понравился, но так как я аксессуары не ношу, брать его не буду. Ну а вам же советую взять. И в принципе комплект собирается уже практически к концу, и он очень шикарный. Мне кажется, он даже выглядит дорого-богато. Далее мы перейдем к добавлению заданий. В этом обновлении нам добавили сюжетку, связанную с конюшной Морланда. Ну, это точнее некое ответвление, насколько я знаю. Задание у нас начинается в Морланде с девочками из клуба Бобка. Они хотят проводить какие-то тренировочные заезды или же соревнования. Задание берется вот здесь вот, около кузницы, между конюшней Морланда, у Тан. Сюжет такой, что вы берете задание, и в конце вам откроется гонка. Причем она будет заменяема. С понедельника по четверг это будет обычная третья гонка в загоне Лоретты, если ничего не путаю. А вот с пятницы по воскресенье это будет более сложная гонка на супер-высокие препятствия по конкуру. Так что это очень интересно. Я, если честно, обязательно сниму прохождение отдельное этой сюжетки и выставлю вам просто, чтобы посмотреть на мои эмоции, как это будет выглядеть. Потому что сейчас я это показывать не хочу, все-таки это некое отдельное событие. Вы думаете, я на этом магическом фризе просто так? Не тут-то было. К нам вернулись магические драконы-фризы. Ровно точно так же они теперь будут, как и остальные магические лошади, постоянно, периодично посещать Юри. Примерно раз в несколько месяцев или, наверное, раз в полгода. Но мне кажется, они всегда приезжать теперь будут к нам осенью. Это, наверное, уже будет просто ежегодным событием. Они называются Алдрак и Врамау. Это очень классные лошади, если вы обожаете фризов. И такие масти, как рыжая и серая, а уж тем более шишечки и выездку. Советую их приобретению. Каждая лошадь стоит 950 старкоинцев. Вы можете наблюдать, что они у меня на самом деле оба уже есть. А просто очень классные масти. Меня уже спрашивали, как я к ним отношусь. Ребята, это драконы. Я обожаю драконов. Это фризы, это очень красивые лошади. А уж эти масти просто великолепны. Поэтому не забываем, что эти лошади будут стоять здесь в течение месяца. И потом от нас уедут до следующего своего приезда. Очень хорошо, что теперь это постоянное мероприятие. Приезд разных магических лошадей. И что если вы не успели кого-то взять, вам нужно будет просто подождать, наверное, год. А может быть даже и чуть меньше. Также вместе с ними приехали их магические питомцы. Это драконьи скаты. Ничего не могу сказать. У меня их нет. У каждой стоит 400 старкоинцев. Один зелененький. Один фиолетово-красный. Если вам они нравятся и вас они даже чем-то забавят. То, пожалуйста, тоже у вас в течение месяца есть возможность их купить. Также у нас появилось продолжение истории от миссис Холдсворт. Если вы приедете в Форт-Мария, то узнаете, что нас ждет некое продолжение истории. В общем, в принципе, сейчас очень много всяких историй у миссис Холдсворт. Так что да, надо будет тоже как-то устроить прохождение всего этого. Так что тоже ждите видосик на эту тему. Но это еще не все. Нам добавили еще несколько, а точнее шесть расцветок недоустков. И я хочу сказать, что эти варианты мне нравятся больше предыдущих. Нам добавили темно-зеленый. Ой, он так идеально смотрится на оранжевых лошадях. Я его точно куплю потом. Потом вот такой черный. Ты же черный? Да, черный нейлоновый недоусток. Потом оранжевый. Ничего, кстати, вполне. Мне красный, коричневый и фиолетовый. Вот эти цвета мне как-то больше зашли. И даже их качество исполнения. Хотя моделька одна и та же. Но прорисовочка отличается. Нет? Ну, у меня просто такое восприятие. Да. Так что вот такое вот еще добавление. Поэтому если у вас была жуткая нехватка или недостатков недоустков, пожалуйста, бегите и покупайте. Цена каждого недоустка 70 старкоинцев или 7000 юрвинских монет. Также было завершено бета-тестирование. Разработчики благодарят всех, кто принимал в нем участие. К сожалению, насколько я знаю, русскоязычных игроков на нем не было. Но благодаря тем, кто все же на них присутствовал, разработчики продолжают работать над исправлением всех своих ошибок с новыми модельками. Так что, возможно, вот уже в следующем году, в начале года, нас ждет обновление персонажей. Ну, а пока просто сидим и ждем новости от самих разработчиков. Ну, а теперь самое любимое. Ребята на следующей неделе к нам приезжают в Хэллоуин. И по всему Юрвика откроются магические порталы. Тыковки, конфеты, сладости или гадость. Это самый мой обожаемый праздник в течение всего года. И не только в ССО. Я обожаю Хэллоуин. И просто жду его не дождусь. А теперь, внимание, если вы не любите спойлеров, то, к сожалению, это несколько секундный фрагмент не для вас. Но к нам приедут же две магические лошади. Возможно, вы уже их видели. А если не видели, то вот такие вот это красавцы. Это магический, переделанный, можно сказать, шар всадника без головы. И он просто чудовищно прекрасен. А еще вот такой вот Пейнт Хорс, который вначале был вообще без оформления головы. Но буквально сегодня вышел спойлер о том, что они сделали ему черепушку с рогами вместо головы. Ну, в смысле обычной рисовки. И я сказала себе, что я этих двух лошадей точно куплю на два аккаунта. На основу мне вроде бы должно хватить. А также на мой аккаунт, который вам пишет. Она просто уже ждет, не дождется, как хочет их к себе в конюшню. Так что на этом все. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кого вы будете брать на следующих неделях по Хэллоуину из этих двух лошадок? Понравились ли они вам? Хотя мне кажется, нету людей, которым бы они не понравились. А если уже все-таки они вам не зашли, напишите, пожалуйста, почему и по каким причинам вам они не понравились. А на этом все. Спасибо, что были со мной. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Я уже жду не дождусь Хэллоуина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok